уважаемые стрельцы всем доброго времени суток я приветствую вас на канале о котором сегодня предлагаю вашему вниманию 2 прогноз на неделю с 1 по 7 февраля включительно сейчас все что требуется от вас это просто расслабиться успокоиться только в таком состоянии любую информацию вы сможете правильно воспринимать и анализировать как обычно в этом раскладе мы рассмотрим характеристики этой недели в общем работа финансы внешний мир ваши личные отношения и для тех кто в паре и для тех кто одинок постараемся рассмотреть скрытые факторы чем для вас эта неделя завершится возьмем карту основного совета и сейчас вы можете картам загадать один вопрос желания вы на него получите ответ но в конце чтения основного вашего расклада поэтому запаситесь терпением так как расклад общий вы должны понимать что для всех одинаково не может проиграться и не заменит индивидуального в любом случае но даже в общем раскладе мы можем увидеть основные характеристики этой недели постарайтесь сделать для себя выводы особенности если расклад с вами резонирует этот второй прогноз вы можете смотреть как по своему основному знаку зодиака и по асценденту для тех кто его знает тоже правильно тоже верно и так ваша первая карта уважаемые стрельцы все карты перед вами я так полагаю что понадобится дополнительный потому что расклад сложный и если вы не готовы к трудностям то расклад лучше не слушать смотрите ваш расклад начинается с карты пажа ключей это говорит о том что уже на начало этой недели вам предстоят какие-то хлопоты неприятные разговоры нервы суета напряжение телефонные звонки или люди которые у вас просто могут раздражать по поводу чего-то вы испытываете недостаток информации и эту информацию вам предстоит искать если вы сейчас переживаете по поводу каких-то бумаг или документов здесь тоже придется подсуетиться здесь еще много чего нужно сделать и многое будет зависеть от вас также эта карта предполагает то что вашем ближайшем же окружении есть человек враг в отношении кого-то вы можете быть категоричны по этой карте кому-то вы можете не доверять а кто-то может не доверять вам это колкости какие-то упреки и недоразумения по мелочам с кем-то вот когда у вас происходят какие-то напряженные разговоры немножечко суетливость и нервозность мешает в начале этого периода у кого есть детки тоже нервы и хлопоты из-за ваших детей за их образование что-то здесь подвисает что-то не развивается не всегда вам легко управлять вашими детьми в особенности если они маленькие или подростки у тех у кого дети взрослые здесь тоже волнение потому что у них тоже что-то не ладится и давайте посмотрим на общий фон событий всей этой недели для вас выпала карта старшего аркана но это старший аркан повешенного то есть снова таки подвисание что-то снова тормозится вынуждены для кого-то остановки паузы как вы может быть думаете что они для вас нежелательные но так как это старший аркан то такой вход судьбы и высшие сил дали вам это время для каких-то переосмыслений для пересмотра жизненных ценностей каких-то позиций и это время не должно пройти у вас зря то есть вы для себя должны сделать какие-то выводы что-то проанализировать для того возможно чтобы не повторять ошибок прошлого а здесь мы видим какие-то нервы этот застой вашей жизни может зависеть не от вас от внешних факторов либо от других людей то есть здесь вы не совсем от себя зависеть и вы себя чувствуете либо заложником либо как жертва ситуации да то есть болезненное состояние но я вижу что даже внутри вот этих зависимостей вы все равно пытаетесь выкрутиться вы все равно пытаетесь искать выход я вижу вашу активность внутри вот этих замороженных процессов возможно вы ищете какие-то нетрадиционные решения пытаетесь мыслить креативно многим из вас поможет внутреннее спокойствие и выдержка эта карта медитации и они вам в помощь для тех кто занимается эзотерическими практиками вы действительно практикуете медитации либо занимаетесь йогой карта великолепно тут она говорит о том что вы занимаетесь своим делом и в общем то развиваетесь но для всех остальных она может предвещать какие-то трудности от двух недель и более давайте посмотрим что ждет наши семейные пары для вас выпала карта шута и карта старшего аркана суда обе карты сложные вы оба стоите на пороге изменений обращаю ваше внимание что две карты старших арканова это говорит о том что у кого-то в жизни что-то меняется кардинально карта суда может для кого-то из вас показывать действительно разводы для кого-то из вас для тех у кого все в порядке это любого рода документальные сложности оформления бумаг чего-либо это что-то то что касается чего-то нового в вашей жизни но здесь очень много противоречий с ближайшей роднёй со стороны вашей второй половинки тоже идут проблемы может быть связанные с его близкими когда вас тяготят хлопоты которые исходят отсюда а по этой карте вам хочется легкости вам хочется отойти от каких-то проблем вам хочется пожить в свое удовольствие просто порадоваться жизни вам в конце концов хочется развиваться я вижу что вы немножечко отстранены от своего партнера вашей голове какие-то новые начинания новые берега может быть даже вы думаете о новых знакомствах отношения у многих сложные здесь есть и конфликты каким-то сложным вещам вы не хотите относиться серьезного не хотите заморачиваться вы устали а ваш партнер чувствует себя весьма скверно из-за того что все ложится на его плечи даже для тех у кого отношения не стоят на грани развода я вижу что они у вас сейчас на грани разрыва либо на грани каких-то конфликтов ваш партнер может не выдержит вот этого тяжкого груза проблем если вы ему или ей не будете в чем-то помогать даже если вы пытаетесь развиваться для себя получать какие-то новые знания я вижу что вы натуро творческая вас могут тормозить какие-то родовые проблемы при том по этим картам в роду или в доме может кто-то болеть это могут быть родители бабушки или дедушки кто-то из ближайших родственников даже у тех у кого отношения на грани разрыва вы их еще способны сохранить если этого захотите давайте посмотрим что ждет наших одиноких для вас выпла карта старшего аркана силы карта десятки чаш и карта двойки мечей для одиноких карты говорят о том что у кого-то из вас вынужденный отдых то есть по-прежнему возможно нет работы даже для тех кто работает вы сталкиваетесь либо с конкурентами либо с какими-то завистниками сложное общение в коллективе но вы способны кому-то противостоять у вас есть и группа поддержки если говорить о работе для тех кто работает для тех кто ищет работу скорее всего в данном периоде я вижу что вы работу ищете вам кто-то может помочь из родных и близких или из друзей тех людей которых вы хорошо знаете но сейчас вот до двух недель ситуация может быть на самотеке пока особо ничего не меняется хотя я вижу вы прикладываете максимум усилий то что касается вашей личной жизни для тех кто встречается здесь есть страсть желание вы можете пытаться с кем-то развивать отношения выстраивать будущее но в то же время уже возникают столкновения интересов характеров могут быть выяснения отношений либо обиды друг на друга и тоже в какой-то момент вот нежелание общаться вы будете вместе но все таки вот это вот двойственность вашей душе остается пока вы вместе если вы захотите вы можете отношения развивать в которых находитесь для тех кто еще не повстречал свою вторую половиночку и у вас есть дети я вижу что вы сейчас заняты детьми их проблемами какими-то может быть бытовыми проблемами вы нравитесь противоположному полу но есть то из-за чего вы пока не готовы принять какие-то новые отношения обиды на бывшего или бывшую по-прежнему вашей душе остаются то что касается ближайшие родни у вас здесь тоже на кого-то обиды и возможно кто-то влияет либо на ваш выбор на ваше сознание пытаются вмешиваться в личную жизнь тем самым создавая вам препятствия на ровном месте то есть здесь еще присутствует чье-то мнение да и вы на кого-то обижаетесь давайте заглянем в центр вашего расклада и здесь мы увидим основные события вашей жизни основные моменты связаны с работой центре расклада выпала карта восьмерки чаш для многих из вас эта карта может проиграться как то что вы без работы даже для тех кто работает эта карта говорит о том что вы готовы уйти хоть сейчас вам все надоело вы хотите лучшей жизни вы устали от этого общения от этих людей от этой обстановке эмоциональная тяжесть в этом периоде найти работу крайне тяжело не получается вы пока еще в поиске что на вашей душе на душе у вас выпала карта короля мечей если смотрят меня женщины возможно вы надеетесь с помощью мужского лица что-то разрешить но здесь ваши проблемы во многом из-за мужчины по вот этим картам обиды на мужчину если это какие-то юридические вопросы вы будете их решать с помощью также мужского лица если меня смотрят мужчины стрельцы вам конечно же хочется реализации вам хочется кому-то что-то доказать чтобы в отношении вас восторжествовала справедливость и вы за какие-то свои идеалы готовы здесь побороться если говорить о мужчинах что касается ваших финансов на финансовые плакарта двойки пентаклей она говорит о том что в этом периоде у вас все-таки есть какие-то деньги но они небольшие и их едва хватает чтобы свести концы с концами вам приходится этими деньгами балансировать чтобы на все хватило на счета на еще какие-то нужды эта карта может предполагать любого рода кредиты долги вы должны кому-то либо кто-то вам не имеет значения но здесь нужно посуетиться для того чтобы деньги у вас были деньги будут но они приходят и тут же расходуются на что-то многие из вас готовы ухватиться за любую возможность подработать многим из вас сложно вы как белка в колесе пытаетесь найти выход из создавшейся обстановки но многим из вас удается всем тем кто не падает духом что происходит во внешнем мире на внешний мир для вас выпала карта туза пентаклей и карта замечательно она говорит о том что вы начинаете либо начнете выходить из вот этого застоя уже в периоде этой недели к вам могут поступать какие-то интересные предложения по работе которые вам стоило бы рассмотреть для кого-то это новые проекты касающиеся работы для кого-то это в корне новая работа и новые возможности которые вы будете обсуждать с кем-то высшие силы здесь вам помогают давайте посмотрим на скрытые факторы примерно с 8 февраля что будет происходить в вашей жизни заглядываем немножечко в будущее мы видим карту старшего аркана мага карта рыцаря мечей и карта десятка жезлов говорит о том что для того чтобы выйти из затруднительных ситуаций вам нужно быть как маг сильными умелыми изобретательными рискованными не боящихся экспериментов если вы начинаете какой-то новый проект и у кого-то это не одно начинание связи с этим вас будут ждать какие-то споры противоречия разногласия если вы женщина то с двумя мужчинами либо от мужчин что-то вашем вопросе может зависеть только проявив максимум воли и характера чего-то вы можете добиться десятка жезлов это результат но результат в борьбе который достается тяжелой ценой женщинам где-то нужно даже проявить мужскую волю и мужской характер если вам нужна победа манипуляции мужскими лицами здесь тоже присутствуют если говорить о женщинах то есть вами может манипулировать даже не один мужчина но что я вижу по этим картам вы готовы будете совместить многое действительно рискнуть вы действительно не побоитесь в чем-то вас будут ждать хорошие результаты но ценой больших усилий и нервов тут возможны какие-то конфликты чем для вас завершится эта неделя на завершение этого периода выпала карта семерки жезлов эта карта борьбы обороны возможно кто-то к вам идет с претензиями говорит о том как вы должны жить что вы должны делать либо кому вы что-то кому вы что должны об этой карте вы отстаиваете свои интересы возможно эта борьба с самой жизнью жизненными обстоятельствами когда вы противостоите самой судьбе конечно вы проявляете здесь свой характер вы не готовы уступать и вас так просто не сломить карта основного совета восьмерка жезлов говорит о том что что-то вашей жизни будет меняться в лучшую сторону больше уверенности в себе больше драйва больше динамики вы сможете выйти из каких-то затруднений эта карта говорит о том что перед вами откроются и какие-то дороги и какие-то возможности и по работе к вам будут поступать интересные предложения это и новые встречи знакомства для влюбленных это для кого-то рабочего рода дороги и взаимосвязь с другими людьми то есть вам помогают во многих направлениях вам открывается зеленый свет но в том случае если вы все время пребываете в хорошем настроении если вы коммуницируете с другими людьми если вы не закрываетесь и не уходите в себя и эта карта рекомендует если вы запланировали какие-то дороги на будущее отдаленное или на ближайшее совершите их они пойдут вам на пользу и на ваш ответ выпала карта десятки пентаклей она говорит о том что желаемое да вы получите но скорее всего если вам нужны какие-то финансовые вложения связи с тем вопросом который вы задали есть финансовые затруднения или могут возникнуть в последний момент хотя вам кажется что у вас денег хватит на то что вы задумали если это покупка приобретение если это рабочие процессы то по этой карте работа однозначно будет доходы будут но тут же сразу появляются и расходы на все остальные вопросы касающиеся любви личной жизни эта карта тоже дает ответ да то есть если встречаетесь вас волнует тот человек с которым вы рядом будете ли вместе эта карта говорит да ну конечно же это не смотрится в общем раскладе но пока карты одобряют ваш выбор давайте посмотрим что еще вам нужно знать в этом периоде информация общего характера и для женщин и для мужчин я беру всего лишь три карты что еще вам нужно знать карта ребенка дома и карта сов очень много суеты связанных с вашим домом с вашими возможно стариками родителями бабушками дедушками может быть кто-то болеет здесь какие-то разговоры такие напряженные из этих разговоров доме вы можете нервничать у кого детки здесь тоже волнение какие-то вечерние телефонные разговоры с кем-то у вас по телефону что-то вы обговариваете может быть вы обдумываете какие-то перемены перелеты переезды пока здесь тоже очень много сомнений и противоречий если это какие-то документальные вопросы касающиеся дома то здесь еще предстыд похлопотать если это образование вашего ребенка то здесь ваши нервы небезосновательный здесь тоже что-то нужно приводить в порядок ребенком нужно заниматься уделять ему внимание если это ребенок подросток или ребенок маленький то что касается знакомств личной жизни это интерес в отношении кого-то возможные встречи но связи с этими встречами очень много тоже переживаний но карты в общем-то неплохие они говорят о том что вашей жизни есть какая-то стабильность и карта кольца для многих из вас говорит о том что рядом с вами всегда будет тот человек который будет вас поддерживать для многих из вас это возможность заключить какой-то важный проект новый договор выйти на каких-то новых людей карта дополнительных возможностей но все-таки эти карты дают больше информацию касающийся вашего дома вашей семьи если вы в паре то ваша вторая половинка хоть вы и ворчите тут как два старичка будет вам в чем-то помогать если вы достаточно молоды то ваши родители могут сердиться тоже нервничать но тоже готовы вам будут чем-то помочь за деток тоже не волнуйтесь ваши дети в любом случае будут развиваться ну и многим из вас стоит подумать о своем здоровье выпала башня тем более эта карта выпала в перевернутом виде она говорит о том что у кого-то есть проблемы со спиной голова затылок опорно-двигательный аппарат страдает но для кого-то эта карта может показывать и давление суставы головные боли на постоянной основе своим здоровьем здесь стоило бы заняться а для тех у кого здоровьем все нормально но вас волнует официальный момент вот эта карта говорит о том что либо раньше в чем-то было упущено время какие-то проблемы накопились и сейчас их очень сложно реанимировать и предстоит очень много побегать но будет очень много хлопот уважаемые стрельцы таким был для вас расклад на этот период пишите в обратных сообщениях как для вас этот расклад проигрался а я не прощаюсь с вами я вам всем желаю удачи и всех вас жду в следующих недельных прогнозах всем до свидания